Приветствую всех, меня зовут Асен Распеков. Мы начинаем серию интервью с успешными предпринимателями Горнистана. Сегодня мы в гостях у человека, который создал очень интересное направление, состоит в долях многих компаний. Приветствую, Даняр. Привет, Асен. Я хотел бы начать наш диалог с того, чтобы аудитория поняла, чем вы занимаетесь. Вопрос, какая у вас основная деятельность? Это очень сложный вопрос. Компания называется Ololo, это группа компаний на самом деле. У нас есть 5 своих компаний, в которых мы, 3 основных основателя, обладеем 100% бизнеса. И есть еще 7 других компаний, в которых одна из наших компаний участвует в качестве акционера. Я хотел поправить, вот ты говоришь, успешные предприниматели. Я не считаю себя успешным предпринимателем. Я не люблю, когда меня так называют. Потому что, мне кажется, у нас понятие успеха, оно очень девальвировалось. То есть, у нас, у кого угодно начинают называть успешными людьми. Критерий успеха, на мой взгляд, это достижение больших целей. У меня цели, у моей компании, где-то до 2030 года. У нас есть цель на 2030 год. И если мы эту цель выполним, я буду считать, что мы успешный бизнес. Даже если мы выполним это в 2035 году, в 2040 году, я буду считать, что мы успешный бизнес. То есть, до 2030 года вас нельзя называть профессором? Да, вообще, ни в коем случае. А после 2030 года можно называть лузером, или затянувшимся успехом, или еще что-то такое. Потому что, мне кажется, когда люди очень рано начали бизнес, купили инвестиции, называли себя успешным бизнесом, это люди, которые сразу себе отрезают будущее. То есть, если ты уже сейчас доволен, зачем тебе дальше стремиться к чему-то? Поэтому это не просто какая-то скромность или выпендрежь, это скорее именно наличие очень большой цели. И эти цели, вот ты спросил, чем мы занимаемся, мы пытаемся сделать эту страну эпицентром креатива Азии. Ну, это такое очень громкое, но если это конкретно выглядит, как это будет выглядеть, через 12 лет у нас будет город на Сискуле, в котором будет жить 100 тысяч человек, все будут относиться из них к креативному классу. Ну, это наша большая мечта, be hug, есть такое выражение, ну, или видение, по-другому говоря. И все, что мы делаем, все 12 компаний сейчас и еще 50 новых компаний, которые появятся в ближайшие несколько лет, эти компании, они все и в конечном итоге преследуют эту цель. То есть, это разные направления бизнеса, вот как если тебе нужно когда-то самолет строить, то ты сейчас начинаешь компанию, которая бортовое питание когда-то будет готовить, какая-то компания, которая стюардесс будет готовить, пилотов и так далее, и так далее. То есть, вот поэтому много компаний. То есть, вы как выбираете, например, бизнес, куда вы войдете, есть ли определенные критерии? Потому что вы говорите, например, в будущем мы, возможно, откроем 50 компаний, да? У вас есть направление, где больше креатива, но также вы и в строительной сфере, также вы и в образовательной сфере, то есть, это именно критерии. Ну, смотри, очень простой критерий. Почему я говорю город, я не говорю там, мы построим бизнес-центр какой-то. Мы говорим, мы построим город именно потому, что мы хотим, чтобы туда приезжали ребята с Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, какие-то команды дизайнеров, айтишников, которые будут приезжать работать там. И все эти компании, они должны будут выбрать Иссыкуль в качестве места жизни, да? Они не приедут туда, если там будут просто хорошие условия для работы. Им нужно, чтобы после работы они пошли в тренажерный, потом пошли в ночной клуб, в ресторан, им нужно, чтобы в течение дня их дети учились в хорошей школе, им нужно, чтобы там была хорошая медицина, да? Им нужно, чтобы было пойти куда-где, купить одежду, ну и так далее, и так далее. То есть, для того, чтобы здесь сделать такое крутое место, нужно, чтобы была вся инфраструктура. Поэтому мы входим вот в кучу таких бизнесов, которые когда-то во все это вольются, но критерий очень важный, это инновационность. Мы не лезем в бизнесы, которые уже существуют, которые успешны, в Кыргызстане развитые, там интенсивная конкуренция, потому что просто мы возьмем такое, с кем-то из этих компаний договоримся в будущем, они придут туда в качестве участников инфраструктуры общей. Но, например, я не вижу в Кыргызстане хороших школ для среднего класса, хороших, масштабируемых, успешных, крупных школ. Или я вижу их очень-очень мало. Поэтому я понимаю, что рано или поздно мы будем создавать свою школу, свой детский сад. Я не вижу хороших университетов, которые бы выращивали не за 4 года, а за 2 года очень конкурентоспособных людей для рынка труда успешных. И поэтому те сферы, где мы видим, что пока спорта предложения не существует, в эти сферы мы идем. Даня, как так получилось, что вы до этого работали топ-менеджером в одной из крупнейших компаний 12 лет? Получается, вы полностью ушли в бизнес. Как происходила эта трансформация? Можете поподробнее рассказать именно этот период? Ну, очень просто. Я действительно 12 лет проработал в Кыргыз Концепт. Это очень успешный кейс. В Кыргызстане мало, если вообще есть другие такие компании, которые, не платя взяток, выросли, стали очень крупными. Там платят половину налогов от туризма в Бишкеке, к примеру. 250 человек работало на момент моего ухода из компании. И я просто... Так сложились разные причины, что... Я понял, что мне надо уходить. Но это не было так, что я ушел, чтобы создать ОВГ. Я ушел, и потом я месяц перезагружался, думал, чем я хочу дальше в жизни заниматься. То есть вы не знали, да, чем будете заниматься? Нет, абсолютно. Вы рискнули, ушли? Ну, я верю в себя, я знаю, что я никогда не пропаду. Это был такой прыжок веры. Я верил, что я вот... Знаешь, прыжок веры – это такое явление из природы. Есть, ну, допустим, барсы. Они иногда прыгают в полный туман, но они верят, что с той стороны они приземлятся на что-то хорошее. Я был уверен, что если я поступаю правильно и верю в себя, то я что-то... То, что меня ждет дальше, тоже будет что-то exciting. Я крыс-концепту очень благодарен. Я очень многому научился там, и Эмилю очень благодарен. Очень много он мне дал для моего становления. Когда я ушел и начал... Огляделся вокруг, я понял, что мне, в принципе, негде работать. То есть я не могу... Я профессиональный топ-менеджер, я могу управлять бизнесом. Но я понял, что компаний, которые мне понравились бы корпоративной культуре, именно с точки зрения корпоративной культуры, а это, значит, цели, ценности, принципы работы, таких компаний нет. Поэтому нужно было пойти и создать такую компанию. Вариант был уехать из страны. Ну, мне кажется, нам нужно здесь поработать, и у нас есть шансы что-то здесь большое сделать. Крыгстан – очень хорошая страна для того, чтобы быстро себя реализовывать. Вот откуда у вас была такая уверенность, что вы не пропадете? Я же умный. Потому что многие, вот я знаю, топ-менеджеров, которые прям держатся за свое кресло, и когда они уходят, они уходят, ну, как бы впадают в депрессию. И вот что вы сделали, чтобы быть уверенным? Ну, вот я как раз-таки очень хорошо понимал, что эти топ-менеджеры, они не хуже меня. Те, кто ушли, но попали в депрессию. Я понимал, что вот эта уверенность, она не откуда-то, она потому, что без этой уверенности невозможно ничему хорошему прийти. Чтобы прийти к чему-то хорошему, ты должен верить в то, что ты это хорошее найдешь. Понимаешь, что ты во что веришь, каждому дается по вере. То есть ты веришь, что тебя ждет что-то крутое на этом пути, ты это встретишь. А ты веришь, что... Ну, ты боишься, допустим, того, что ты не найдешь, чем заняться дальше, не найдешь, где реализоваться и так далее, и так далее. Ну, как бы твое подсознание говорит тебе, окей, так хочешь, сделаем так. То есть вы решили резко выйти из зоны комфорта, по сути, но я думаю, вы управляли таким большим количеством людей. Да. И решили уйти, то есть рискнуть. И за какой промежуток времени у вас вот именно начался старт предпринимательской деятельности? Месяц я перезагружался. У меня была цель такая. Вот чего не делают многие люди, уходя, они не ставят себе дедлайна. У меня был конкретный дедлайн. Я для себя решил, что... Я ушел 20 какого-то 5-6 декабря, и я поставил цель, что 1 февраля я буду, займусь чем-то новым. Это очень важно. Да, это очень важно. То есть я знаю людей, которые уходят и говорят, я придумаю. А потом они ходят, ходят и спрашивают, ну что, как там, что? Я еще придумываю. Я вот думаю, я каждый день думаю. Когда дедлайна нет, когда ты сам себе дедлайна не ставишь, там работает закон Паркинсона, который гласит, работа занимает все отведенные евреи. Вот ты скажешь себе, 1 февраля я придумаю. Ты придумаешь, подсознание тебя подтолкнет. Ну не к 1 февраля, ну ко 2, к 3, к 5, к 10. Но, по крайней мере, это не произойдет к 1 ноября. А если ты дедлайна не ставишь, то твой мозг, подсознание считает так, дедлайн бесконечность. И эта задача начинает выполняться бесконечность времени. Все, поэтому, когда ты дедлайна не ставишь, ничего не получается. У меня был дедлайн. Я в течение этого периода, первого месяца, очень много встреч провел, обсуждал с разными людьми, разные-разные идеи. И вот результатом всех рассуждений появился, в результате всех рассуждений появился УЛОО. УЛОО в самом начале было совсем другим. Было 4 основателя. Была цель построить Академию искусств номер 1 в Азии. Было вообще все построено вокруг искусства. Потом это эволюционировало. Это окей. То есть, иногда люди боятся начать, потому что думают, вдруг это будет неправильная идея. Ничего страшного, она потом со временем, она отшлифуется. Надо начинать что-то делать. Как бы вы прыгнули в воду, скажем, не знаю, что там будет. Какое отличие быть наемным, скажем, управленцем, и, скажем, работать на себя? Ну, вообще надо понимать, что работать на себя, работать, создавать свой бизнес в Кыргызстане ужасное занятие. Это ужасное занятие. Когда люди говорят всем там, давайте, создавайте бизнес. Это как, это какой-то, ну, очень нечестный человек может так делать. Я считаю, что предпринимательство это обалденный опыт, это хорошая школа для всех, но это далеко не для всех. Вообще. Ну, ты элементарно не знаешь в конце месяца сколько денег ты получишь. Вообще, получишь или нет. То есть, я из моих пяти компаний ну, в нескольких, в двух, в трех, может быть, суммы, которые мы выплачивали там, генеральным менеджером за все время работают. Они больше, чем суммы, которые мы извлекли как собственники в качестве дивиденда. Потому что мы реинвестируем, реинвестируем, реинвестируем. Все компании прибыльные, там нету выточных, но основная прибыль уходит на реинвестирование для того, чтобы компании пыльно росли. И это тяжело. то есть, я зарабатывал там, больше пяти тысяч долларов в месяц. И вдруг я сам мою пол, там, делаю кофе для клиентов, встречаю, там, договариваюсь, звоню, занимаюсь продажами. Сам, да? Да, сам. И, ну как бы за меня все это делали, да, кто-то, было 250 человек, которые делали за меня эту работу, и даже кофе мне готовили, тоже другие люди. И тут вдруг совсем другая реальность. Не скажу, что это было тяжело, это было очень интересно. То есть, я это рассказываю не потому, что не чтобы там, типа, вот, вот, представляешь, какой ужас, да, я сам пол мыл. классно было. Такой был кстати, потому что задачи мгновенно упростились. Ты работаешь управляющим компанией, где 250 человек, у тебя столько мыслей в голове, и столько вещей, которые не под контроль на тебе, ты реально гораздо более угнетенный. И, наверное, многие говорили, упрекали, наверное, о вас, почему ты ушел с такой должности, зачем ты... Ну, да, 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 типа, ты псих какой-то. Это правда. Ну, для того, чтобы такое сделать, нужно быть психом. Или мне это и многие, на самом деле, этого и боятся. Ну, наверное, но, ну, как бы мои, мне кажется, те, кто меня очень близко знают, что я знаю, что я достаточно троить. И, а еще, знаешь, некоторые считают, что, когда ты работаешь на себя, это ты типа, когда хочешь на работу идешь, когда хочешь не идешь, там, да, ну, ты живешь... Наоборот. Какой-то. Наоборот. Если ты не пойдешь, то кто пойдет? То есть, если ты клиенту не пойдешь на встречу, все, бизнеса не будет завтра. Наоборот. Это там, когда ты работаешь наемным менеджером, ты можешь поздравить, сказать, блин, я сегодня заболел. Я плохо себя чувствую. Я там, отравился, да? Тут некому. Ну, отравился, все, ладно, до свидания, мы пошли к твоему конкуренту. Это, наверное, на начальном этапе, когда создается стартап, когда ты полностью вовлечен, а когда уже формируется команда, и уже как бы есть время отвлечься на что-то другое. У вас такое? Ну, видишь, я вообще строю компанию по принципу такого операционного управления другими людьми. То есть, всяко, все компании управляет кто-то всеми компаниями. Там есть очень талантливая крутая команда. Я, у каждой, у нас сейчас уже шесть компаний, недавно зарегистрировали Ололо Хаус ОЖ, сейчас готовимся выйти ОЖ. И в каждой есть свой генеральный менеджер. У него есть право подписи, у него есть печати, у него есть счета, у него есть касса. Он полностью управляет компаниями сам. То есть, там нет сейчас аудиторских проверок или чего-то такого. Очень-очень много свободы в принятии решений. Свободы в принятии решений больше, чем люди готовы на данный момент на себя принять. То есть, люди боятся, они все равно хотят все время советоваться. Но они уже поняли, что мы плохие советчики, говорим, а сам что думаешь и так далее. В итоге они говорят, слушайте, что с вами советоваться, сами придумаем. Но это не значит, что у меня не стало работы. я стал заниматься гораздо более стратегическими вещами. Даня, если затронем эту тему, вы до этого говорили, что владеет вдоль 12 бизнесов. Что вы делаете, чтобы эффективно развивать эти компании? В чем причина, в чем секрет? мы пытаемся найти такой волшебный эликсир, который будет гарантировать эффективный результат. Эффективный результат не всегда это успех и большой бизнес. У нас было 14 компаний, 2 мы закрыли. И это классно. Мы закрыли очень рано, мы не позволили каким-то убыткам появиться и так далее. Мы просто поняли, что эти направления не развиваются. Может быть из 12 компаний мы еще 6 закроем, может мы 10 закроем, я не знаю. Это результат, это мы анализируем, обдумываем и так далее. Для этого я занимаюсь стратегическим управлением. Знаешь, как стратегическое управление выглядит? Я сижу, пью кофе, смотрю на доску, думаю. Визуализируете. Да. Со стороны это выглядит как безделие. Иногда это так есть. Но на самом деле это очень важно иметь вот такую возможность. И, ну, к примеру, ты смотришь на книгу, ты читаешь книгу, твои зрачки очень расширяются, то, что ты вблизи читаешь, а потом тебе говорят, ой, посмотри, вон там птица летит. И ты не можешь сходу туда посмотреть. зрачок должен сузиться какое-то время, на фокусировку должно быть и так далее. И проблема людей, которые каждый день в бизнес погружены, в том, что они читают книгу, они читают конкретное слово. У них мозг переполнен, и не хватает времени для того, чтобы думать. над стратегическими задачами. И у меня большое преимущество всех моих бизнесов в том, что там есть операционное управление, там есть люди, которые читают книгу, и есть люди, которые говорят, ребята, не та книга, стоп, надо вот эту читать. Вы что, давайте, вы же видите, что это не работает. То есть ваша основная задача, это находить правильных людей именно в правильный проект и просто показывать направление, а человек, он уже исходя из того, подходит ли по ценностям, по целям, и уже он уже сам двигается. Да. Как бы он, скажем, если у него есть какие-то вопросы, он к вам обращается. Да, есть вот, Стив Джобс говорил крутую вещь, и я этому очень следую. Надо брать талантливых людей не для того, чтобы говорить им, что делать, а для того, чтобы они нам говорили, что нужно делать. Мы стараемся вот такую команду собрать. И мы стараемся, в команде очень много очень молодых ребят, которые там университет не закончили или бросили и вообще совсем молодых. Но у всех есть потенциал стать вот такими людьми, которые будут говорить, что надо делать. Давайте перенесем скажем с мира стартапов уже в такой крупный бизнес. Я слышал, что вы скажем, часто консультируете крупные бизнесы, многие к вам обращаются. Можете назвать три основные ошибки владельцев бизнесов и что нужно им делать, чтобы как бы улучшиться? Ну мне кажется номер один очень многие владельцы бизнесов не понимают зачем они занимаются этим бизнесом. Надо честно сказать, что в Кыргызстане успешные бизнесы построены на удач. Они получились просто потому, что эта бизнес модель была ей повезло. Ну повезло построить успешную бизнес модель в правильный момент. в правильный момент начать заниматься строительством жилых домов например. В правильный момент закупить какое-то оборудование и начинать что-то производить. Мы же в принципе знаем только те бизнесы которые удались. Те бизнесы которые не удались мы о них никогда не узнаем. Возможно в 90-95%. Да, может быть в 2003 году кто-то начинал строительный бизнес очень классный очень умный технологичный привез сюда крутой став. И у него просто не получилось потому что в тот состоянии был весь этот рынок. А в 2010 году кто-то другой мог вообще гораздо более простой бизнес без особых знаний без особой технологии стартануть и быть очень успешным. Первое мне кажется бизнесмены у тебя получился бизнес но ты дальше продолжаешь относиться к бизнесу как дойной корове которая должна деньги приносить. и вот это мышление когда бизнес должен много денег приносить и это главная его цель это мышление оно не годится для того чтобы создать что-то очень большое и многие кто создали бизнес который там зарабатывает хорошо они упираются в то что окей а что дальше ну все есть квартира есть дом есть бизнес там какие-то стабильные деньги приносит ну джа шоу лею мы что только ради этого живем и со многими клиентами хотя они приходят вот с какой-то другой стратегической задачей когда мы начинаем обсуждать выясняется что оказывается самое главное это им переизобрести свой бизнес понять для чего они занимаются почему он им дорог и ценен и как в какую большую мечту они могут поставить то есть я занимаюсь стратегическим конкуртированием вторая ошибка очень многие бизнесы плохо считают деньги они не могут точную формулу своего бизнеса вывести ну к примеру я знаю вот у этого помещения сколько квадратных метров сколько из них мы отдали под сдаваемую в аренду площадь сколько за квадратный метр сдаваемую в аренду площадь мы выставляем аренду стоимость сколько у нас операционные расходы сколько налоги у меня есть одна четкая формула которая в конце выводит чистую прибыль на квадратный метр для собственника и если эта вся формула хорошая то результат будет хороший он будет больше чем то что собственник может без нас зарабатывать если этот бизнес если формула выводит хорошую цифру тогда это масштабируемый бизнес и так это касается любого бизнеса любой бизнес можно превратить в одну простую финансовую формулу воведение этой формулы вот это сложная задача там надо много чего проанализировать продумать на самом деле особенно согласен мы сколько общаемся с разными бизнесменами они не владеют данными они не владеют сколько продаж средний чек прибыль я уже молчу про конверсию да про конверсию то же самое сколько лидов было сколько конвертируем они даже не знают что такое конвертируем они могут не знать интуитивно мы все это ощущаем но мы не считаем это если мы считаем то вот мы там паримся как там не знаю потратить чуть-чуть меньше чем в прошлом месяце и так далее надо заниматься другим вообще вот в Кыргызстане номер три может быть пункт это многие бизнесы пытаются заниматься оптимизацией расходов мне кажется что у нас экономика которая должна быть фокусирована не на этом мы должны быть фокусированы на агрессивный рост продаж то есть за счет увеличения прибыли за счет увеличения доходов увеличивать прибыль не за счет сокращения расходов это может быть такая странная мысль потому что многие бизнесы считают что самое главное это дешево купить и дороже продать выбирать все равно приходится и вот фишка такая надо посмотреть сколько у нас составляет ставка кредитная в банке это очень большие проценты больше десяти процентов даже если ты в доллары берешь это очень много по сравнению с Швейцарией с Германией где там может быть 0,5 процента 1 процент кредит но это говорит о том что у нас супер доходная экономика то есть раз у нас кредиты берут по такие проценты значит у нас доходность бизнесов она гораздо выше и надо фокусироваться постоянно на том чтобы свою доходность увеличивать номер три вот поэтому когда бизнесы начинают слишком много фокусироваться только на расходах и меньше фокуса уделять росту продаж мне кажется вот это начало конца бизнеса и наверное вы именно с этой целью открыли вот курс да не финансист да можете рассказать поподробнее про этот курс вот вы провели уже скажем первый поток какие да у нас пришло 40 человек очень интересный был поток мы протестировали вот этот курс по сути это курс по управлению бизнесом на основе данных все то есть если ты хочешь похудеть ты должен каждый день взвешиваться тогда ты получаешь инстант фидбэк ты вчера побегал сегодня взвесился ага окей это повлияло таким-то образом ты вчера на ночь объелся сегодня взвесился ага это повлияло и когда ты имеешь этот инстант фидбэк ты можешь уже как бы переставать объедаться на ночь бегать больше там и так далее да то же самое относится к нашим бизнесам то есть нужно все анализировать только через призму данных а очень часто предприниматели и владельцы бизнесов они по своим ощущениям ориентируются интуиция да да и тогда какой-нибудь шустрый менеджер он может проталкивать проекты которые убыточные ну просто презентовали презентовали хорошо а кто-то другой может предлагать хорошую идею но из-за то что не умеет презентовать не быть способным донести если ты ориентируешься на данные ты сам можешь доработать досмотреть допроверить и принимать более классные решения вот у вас именно через вас прошло 40 человек какие результаты есть ли какие-то например кардинальные изменения у кого-то в бизнесе ну мне кажется самое главное удалось в этом проекте мне было важно вообще с людей поменять поведение вот этих людей в каждодневной жизни чтобы они когда столкнутся с ситуацией что им нужно им нужно принять какое-то решение чтобы они смотрели на цифру уже осознанно принимать да просто подняли осознанность своих решений и вообще поняли что любые решения надо принимать на основе данных вот мне кажется это получилось и вторая важная ну было много интересных кейсов ну вот одна компания сразу же после третьего четвертого занятия они рассказывали что провели у себя анализ финансовой модели своей поняли что нужно там предпринять очень быстрые короткие действия подняли выручку на 15 процентов другая компания мы анализировали прямо на уроке их кейс финансовую модель строили вот воронку продаж и мы увидели что им просто нужно обзванивать они сейчас обзванивают только четверть своих новых лидов а если они будут обзванивать всех то у них продажи просто увеличится в четыре раза продажи новых клиентов и это такое простое простое действие но пока мы не начали анализировать через призму воронки продаж они это не дооценивали они думали что им нужно внедрять новые технологии там и так далее а иногда просто нужно сделать на 10 звонков больше то есть они полную картину не видели а вот начало да ты когда отходишь в сторону смотришь на процесс ты можешь построить более ты можешь найти какую-то простую ошибку на самом деле ошибка может быть очень простой так же как решение когда ты там хочешь похудеть решение может быть просто не есть после шести это простое решение ну как оно сложное и уходят в тренажерные залы да 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 на самом деле тренажерный зал тебя не стройнит он не уменьшает вес наоборот увеличивает вес потому что мышцы тяжелую и у людей фрустрация они начинают ходить в тренажерный зал бац на три килограмма больше всего есть то есть по сути вы учите человека смотреть на свой бизнес с разного ракурса а уже скажем освобождает определенное место в голове чтобы он мог уже не просто интуитивно а уже на данных на цифрах помогать принимать правильные решения да да я помогаю людям посмотреть на свой бизнес через призму цифр увидеть скелет своего бизнеса на самом деле я очень рад именно то что вы открыли этот курс ну как бы в России это уже осознали два-три-четыре года назад и они вот именно очень много компаний которые работают над оцифровкой бизнеса в Казахстане тоже более-менее но вот в Кыргызстане если честно не было именно такого скажем курса да я думаю это вот будет полезным нашим предпринимателям и ну вот именно последний такой блок так как я сам из строительной сферы не могли бы вот рассказать что вообще происходит на рынке строительного бизнеса будет ли рост и ну вообще ваш комментарий я надеюсь что мы уйдем от такого интенсивного роста к или там скажем просто от увеличения квадратных метров которые строятся 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 бездумно к более качественному росту я сейчас интересную тенденцию наблюдаю вот несколько параллельных тенденций одна много строительных компаний начинают уходить от живой недвижимости строить коммерческую недвижимость да бизнес центры торговые центры ну в основном сейчас бизнес центры прям большая мода появилась на бизнес центре но опять же это делается очень непрофессионально то есть многие строительные компании когда начинают заниматься этим бизнесом они очень сильно недооценивают что такое бизнес центр они думают что ага квадратный метр жилой недвижимости стоит полтора раза дешевле давайте построим ту же самую недвижимость назовем ее коммерческой и будем тупо продавать ее там полтора раза дороже либо он построил что-то хорошо идет давайте я построю да и вот есть такие success cases когда люди построили распродали и другие люди такие хобана классный бизнес давайте мы тоже будем строить продавать но когда ты продаешь квартиры людям у них уже возникают проблемы да с ТСЖ как объединиться как управлять домом там и так далее но когда ты раздаешь это продаешь разным бизнес компаниям то проблем гораздо больше я знаю крупный бизнес центр в Бишкеке в котором больше 60 владельцев они купили там разной площади от 4 квадратных метров начинают и там очень трудно договариваться об очень простых вещах там кто будет убираться сколько это стоит сколько каждый должен платить это очень-очень сложно и мне кажется сейчас вот конечно строительным компаниям предстоит научиться строить бизнес-центры с другой стороны я вижу растущий спрос на бизнес-центры потому что сейчас все больше бизнесов понимает что растет интересное поколение инстаграмм это люди которые привыкли с раннего детства пользоваться инстаграмом для них супер важна картинка это не наше поколение для которого там растущий рынок да да вот у нас же очень много очень-очень много молодых людей каждый год на рынок труда заходят и сейчас компании делаются за трудовые ресурсы компаниям нужны лучшие таланты но лучшие таланты сейчас хотят работать в хороших офисах потому что они хотят сфотаться и выложить фоточку в инстаграм что они вот в красивом офисе у них вид из окна у них там стеночка классная там и так далее и многие компании начинают переезжать в бизнес-центры не потому что там это престижно с точки зрения работы с клиентами клиенты уже привыкли с точки зрения того что просто лучшие люди не идут к ним работать в квартиры в особняки как было раньше то есть спрос на бизнес-центры растет предложение тоже растет но пока не появляется такой уникальной очень качественной недвижимости ее очень мало ну например бизнес-центр орион изначально строился с огромными инвестициями в инженерную часть поэтому они сейчас там несколько посольств размещаются в этом бизнес-центре это правильная коммерческая недвижимость вот она должна быть вот такой она должна быть очень высокотехнологичной это белая может быть просто стенка снаружи но важно что в ней зашито и в бизнес-центре там зашито гораздо больше чем в жилом доме вот мне кажется нас ждет вот такой рост понимания того что такое качественное коммерческое недвижимость что пешкеки ее почти нет а вот это из-за того что люди не знают как выбирать например жилье на что смотреть либо это вот из-за чего такая проблема ну многие кто этим занимаются они говорят так это никому не нужно вот мы построим никто не купит никто не арендует никто не готов за это доплачивать я так не считаю я считаю что нужны прецеденты кто-то должен создать классные прецеденты и тогда эти прецеденты качнут рынок вот место где мы находимся это такой прецедент если брать вот эти офисы на квадратный метр они просто супер дорогие по цене ориона хотя это что такое это первый этаж жилого дома но мы показываем людям что именно повышает стоимость коммерческой недвижимости и мы реально создали кейс который работает и вот мы сейчас его пытаемся строителям преподнести и объяснить что вот такой концепт он может дать очень много пользы и он может быть очень прибыльным для всех и я надеюсь что будет появляться и вот этот формат и другие форматы и будет как можно больше форматов разного разной недвижимости появляться ну на самом деле я согласен с вами то есть у нас в стране как если кто-то какой-то бизнес создает второй копирует он не смотрит он не входит внутрь он просто снаружи смотрит обращается к тем же скажем архитекторам они тоже штампуют но мы сейчас вот именно хотим такое направление то есть уже начинаем больше образовывать людей рассказывать как выбирать жилье как выбирать не знаю офисные помещения на что смотреть потому что да визуально возможно это выглядит хорошо но через пол правильно сделали да то есть поэтому мы ну у нас будет работа в этом прошло надо это очень ценно сегодня мы побеседовали с Даниаром Аманалиевым спасибо ему за очень содержательное интервью